Всем привет, друзья, с вами, как обычно, Дапо, и сегодня мы с вами посмотрим обнову на Аризоне, а точнее, ее самые интересные моменты. Погнали! Я знаю, что ты не накуриваешься, я знаю, но сегодня ты у меня улетишь, потому что сегодня пятница, работы у тебя нет, и нихрена не надо делать. Ребят, сразу хочу вас предупредить, что во время записи что-то произошло с моим микрофоном, я не знаю что, и он немножечко плохо записался. Но, как бы, различать меня можно, это самое главное, поэтому погнали. Как я уже сказал, мы не будем смотреть всю обнову, потому что она очень большая, я покажу только самые классные моменты, которые меня больше всего интересовали. И, как вы уже заметили, я стою не в своем скине, это скин какого-то рабочего, а если говорить точнее, то на Аризону добавили новую организацию под названием Страховая Компания, и я админкой в нее уже устроился, поэтому сейчас мы отправимся именно туда, и я вам покажу, что это такое, и что она из себя представляет. Чтобы найти страховую компанию, пишем GPS, выбираем важные места, и здесь ищем страховая компания SF. Вот. На карте появляется метка, и мы туда отправляемся. Итак, как я уже сказал, я уже сюда устроился, и, по сути, я одновременно являюсь и работником этой компании, и, как бы, клиентом. Потому что все, что там можно сделать, я еще не сделал. Итак, зайдя в это здание, нас встречает вот такое помещение, классно, но не суть. Здесь есть такие столы, подходите к любому из них, например, вот к этому, и здесь вы можете страховать свое имущество. Это дом, машина и бизнес. Итак, как страховать дом? Я уже свой застраховал, но покажу еще раз. Вы выбираете здесь дом. Во втором пункте описания имущества вы выбираете дом, который хотите страховать. У меня 88-й. Я, как бы, выберу, но страховать не буду, потому что он у меня уже застрахован. Тип страхования 50% или 100%. Ну, я выбирал, конечно же, сотку. И срок я выбрал на 5 лет. И когда нажимаете «Ставить заявление», у вас здесь будет уже подать заявку. У меня, как видите, написано уже на вашем доме имеется действующая страховка на слет. Поэтому мне нет смысла ее страховать по новой. Также, друзья, можно страховать свои автомобили. И здесь один есть важный момент. Смотрите. Когда вы выбираете тип имущества «Автомобиль» и нажимаете на описание имущества, чтобы выбрать ваш автомобиль, у некоторых этого диалога не появляется. Друзья, чтобы он появился, сначала пропишите «Слэшкарс» и прогрузите все ваши автомобили. То есть, если хотя бы один не прогружен, может появиться баг, и у вас не будет работать кнопка с автомобилями. Как видите, я все прогрузил, поэтому давайте еще раз выбираем тип имущества, «Автомобиль», «Описание имущества». Ну, допустим, «Маверик». Я уже его страховал, но частично. Сейчас объясню, почему. Потому что в автомобилях есть два вида страхования. Это на повреждение, которое я уже застраховал, и на слет. Давайте проверим на слет. Понятно, дело 100%. И срок. Ну, давайте тоже 5 лет. Итак, и нажимаем «Оставить заявление». Верно. Все. Мы оставили заявление, вы подали его. И теперь я уже как работник, да, как и многие другие работники этой компании, захожу сюда и выживаю заявление от «Даподопе», то есть от меня. Нажимаю на него. Принимаю. Далее нам необходимо, будучи работником, пойти в первый кабинет, зайти сюда и подойти к столу для заполнения документов. Здесь надо нажимать кнопки разные. Ну, как обычно, дефолтная работа с кнопочками. Что-то похожее я видел на «Жизнь в деревне», там, на всяких заводах или что-то в этом духе. В общем, первый стол мы закончили. Дальше нам нужно будет направиться ко второму, во второй офис, во второй кабинет. И здесь, по сути, сделать то же самое. Тут кто-то тоже работает, как видите. В общем, заполнили второе. И, конечно же, естественно, мы идем к третьему кабинету. И здесь нас встречает вот такая вот необычная штука, некий бланк. Нажимая на первый, мы видим тут «Введите имя клиента», это «Даподопе». Далее. «Укажите тип имущества». Ну да, тут мы пишем «Вехикли», ну то бишь автомобиль. И в третьем это два. Не знаю, что это, просто «Вводите то, что пишут». И, естественно, просто «Сент» и все. Охренеть, мне пришло 7 миллионов, ну так как я здесь работаю. Чтоб вы понимали, реально, вот работники этой компании получают сумасшедшие бабки. Я получил сейчас 8 миллионов, по сути, 40% от сделки. Сколько же я отдал на страховку «Мавера»? Ну ладно, не суть. Так или иначе, работники этой компании рубят просто сумасшедшие бабки. И мне остается, по сути, застраховать еще 3 моих автомобиля. Все так же потратить тоже бешеные бабки на это. Но если вы работаете здесь, вам можно позавидовать, потому что это очень классная работа. Ну давайте ради примера, ради примера узнаем, сколько стоит страховка другого автомобиля. Также здесь можно страховать бизнес, но у меня его нету, поэтому здесь я вам ничего не покажу. Но там, я думаю, ничего особенного. Так, автомобиль. Ну и, конечно же, мой любимый султан. Хотя я бы застраховал НРГ, но давайте все-таки султан. Тип страхования. Страховали на повреждение автомобиля. Срок. А, тут срок выбирать не нужно, окей. Оставить заявление. И это нам обойдется всего лишь за 62 тысячи, короче, долларов. Ну, можно сказать 63. Давайте сразу одобрим это все. Итак, подтверждаем. Ну да, из 62 тысяч мы получили только 25 косарей. Ну такое, такое. Давайте проверим, сколько же все-таки стоит страховка автомобиля не на взрывы, а полная. Итак, я получил 2 ляма. Видимо, реально, Маверик обошелся мне очень дорого. Но не суть. Так или иначе, я застраховал дом, я застраховал султан, Маверик, там еще парочка машин осталось, НРГ и БМХ. Но пока я их страховать не буду, давайте перейдем к продолжению обзора обновлений. Так. Следующее, что меня всегда интересовало, друзья, это что появилось нового в донате. Потому что, когда что-то появляется в донате, я все время что-то скупаю. По крайней мере, что-то очень классное. У меня не так много, конечно, АЗ-шек. 4 тысячи почти, но не суть. И если честно, если честно, в АКСах вообще ничего нового, абсолютно. Я смотрел, ничего не нашел. Остальное, ну типа радиоуправления, ну да так раз старые все модельки. Вот в остальном здесь появилось купить точильный амулет 60АЗ. Как я понял, точильный амулет это какая-то фишка, которая позволяет, ну да, дает шанс улучшения аксессуаров в 3 раза выше обычного. Что он на себя представляет? Вот такую фишечку. Ну понятно, короче. У меня, в принципе, все аксы прокачаны, как вы видите. У меня все тут вообще, я как бы еще должен сиять, но у меня это сияние убрано, просто чтобы оно не мозолило глаза. Но так или иначе, у меня все по 12 прокачано. В принципе, самое классное в донате, что появилось, это в рулетках появился новый сундук. Вот такой вот. Сундук платиновой рулетки, если вы о нем слышали. Но он стоит 10 тысяч АЗ. Однако, его можно получить бесплатно, если вы отыграете 360 часов. Вот и не так много, это всего лишь 2 недели. Я когда аккаунт ставил на прокачку, у меня 2 недели проходили вообще моментально. Короче, не суть. Что я могу сказать? В принципе, для этого ролика я готов его купить, потому что 360 часов я сейчас не отмотаю. Поэтому для вас сейчас пройдет буквально секунда, а для меня какое-то время, чтобы задонатить себе на этот сундук. Итак, друзья, необходимая сумма доната у нас уже имеется. Давайте же приобретем этот новый сундук с рулетками. Итак, обмен. Все. Вот он. Кстати, он сортируется. Блин, он не сортируется вот сюда. Это не очень удобно. Ну ладно, давайте откроем его использовать. Для того, чтобы открывать платиновый сундук с рулетками, необходимо скачать и зайти в игру через лаунчер Arizona Games. Для загрузки приложений прийти на сайт. Короче, его, оказывается, можно открывать только через лаунчер. Это обидно, конечно. Обидно. Но ничего страшного. Потом как-нибудь проверю. Во всяком случае, я его купил. Ну, это, конечно, подстава. Серьезно, это подстава. Ладно. Сундук с сундуком. Это просто проверка. Хотя бы будете знать, что он работает только через лаунчер. Следующее. Как наверняка многие из вас слышали, на Arizona добавили в крафт, в подвале, кое-что очень интересное. А именно, а именно, скин Сиджея. Да, это очень странная обнова. Я прям до сих пор не понимаю, зачем. Но рофла никакого нет. Смотрите, в одежде, на третьей странице, скин Сиджея. И вот, что для него нужно. Типа, льна 100 штук, хлопка 80-15 золота и сотка каких-то счастливых, счастливой травки. В общем, в принципе, скрафтить его можно. Я, конечно, этого делать не буду, но посмотреть, как выглядит этот скин, я без проблем смогу. Давайте куда-нибудь тпхнемся, чтобы никому не мешать. Вот так, друзья, выглядит скин Сиджея. То есть, все аксы на нем тоже отображаются. Все вот в этом духе. Однако, есть существенный минус, друзья. Он бегает Сиджея раном. То есть, он носится по карте очень быстро. Я очень надеюсь, что его почти везде запретят. На каптах, там где-то еще. Хотя, как его можно на каптах использовать, конечно. Но, во всяком случае, на каких-то жестких мероприятиях. Потому что это прям сильное преимущество, серьезно. Вот, играть со скином Сиджея, он еще выглядит очень страшно по сравнению с другими скинами. Но, во всяком случае, это имба. Реально имба. Ладно, я не хочу с ним играть. Мне он не очень нравится. Я верну свой стандартный скин. Это вот, это вот нормальный уже скин. Пусть медленно бегает, но зато классика. На самом деле, ребята, обновлений очень много. Большинство из них это разные мероприятия, прочие приколы. Там, продажа тыквы. Короче, дофига всего. Но, мне это обычно не интересно. Это, типа, занимаются этим те, кто постоянно играет, зарабатывает деньги. Я обычно просто за этим слежу. Поэтому, куча всяких мероприятий и квестов, конечно же, добавлена. Сейчас можно рубить сумасшедший бат и x4 Payday. Это вообще просто жесть. А пока идет x4 Payday, да еще и донат в 4 раза дешевле, если кому-то это интересно. Я хочу вам напомнить, что я играю только на Аризоне Сент Роуз. И если вы хотите попасть ко мне в ролик, поиграть со мной, попасть ко мне в семью, то имейте в виду, что для всех моих зрителей и подписчиков канала есть огромный бонус. Чтобы его получить, вам нужно просто при регистрации указать мой ник вот так. И на пятом уровне промокод хэштег Дапо. И все. За ник и промокод вы получите 900 тысяч вирт. Это почти целый миллион. А с учетом квестов, новых квестов, начальных квестов, короче, куча всего, вы моментально качнете аккаунт, получите халявный донат, еще виртов. У вас будет все прокачано. Просто у вас будет идеальная просто сейчас прокачка. Поэтому всем советую заходить прямо сейчас на Аризону. Не упускайте момент. Я вас всех здесь жду. Ну а с вами был, как обычно, Дапо. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.